Список реализованных в Гагаузии инфраструктурных проектов продолжает расти. Так, накануне в селе Светлый была сдана в эксплуатацию уже вторая дорога. Ранее в населённом пункте была реконструирована проезжая часть улицы Молодёжной протяжённостью более 300 метров. На этот раз изменения коснулись улицы Горького. Жители рассказывают, что помнят, как раньше их село считалось одним из самых благоустроенных на юге страны. И надеются, что вскоре Камунья вернут былую славу. Впечатляет. Более-менее всё хорошо, красиво. По сравнению с тем, что было, немножко асфальт там положили, но ямы, дорога страшнейшая. Плохая дорога была. А сейчас более-менее всё нормально. И сейчас можно проезжать спокойно. И велосипедом, и дети. Сами видите, сейчас делали люди довольные все. Нравится всем. Раньше как тут было? Ну вот, где мы стоим, так и было. Ещё хуже было. Грязь была, слякоть. Изменения почти не очень. Всё быстрее сможем? Хорошим мы идём. Я думаю, что, дай Бог, ещё лучше будет. Добьются всего хорошего, чтобы были везде дороги. Все изменения происходят благодаря усилиям местных органов власти при поддержке команды «Башкана». Примар коммуны «Светлый» Павел Фельчуков отметил, что все работы по ремонту дороги на улицу Горького длились около месяца. Он также отметил, что протяжённость отремонтированной дороги составляет примерно 400 метров. Проект хороший. Спасибо спонсорам, что решают социальные вопросы населённых пунктов. Это очень приятно. Облагоустраиваются улицы, строятся тротуары. Всё это прекрасно. Ну, коммуникации здесь уже проложены. Видите, вот люки есть, канализация, газ, водопровод. То есть, есть смысл укладывать финансы в решение таких вопросов. Член команды «Башкана» Гагаузи Александр Панов подчеркнул, что сегодня реализуются те инфраструктурные проекты, которые ранее были обещаны в рамках предвыборной кампании. Мы понимаем, что сегодня только сообща мы сможем добиться тех результатов, тех задач, которые мы перед собой подставили. Наша задача – обеспечить хорошее качество жизни для каждого жителя Гагаузии. По словам «Башкана» Евгения Гуцол, все запущенные и реализуемые проекты созданы ради счастливых улыбок местных жителей. Они возвращают людям веру в завтрашний день, в возрождение родного села. Она отметила, что ремонт этой дороги, как и десятки других проектов, были осуществлены с помощью внебюджетных средств. Как я уже и говорила, что мы дальше будем продолжать и дальше будем реализовывать все проекты, которые мы обещали. В коммунии светло, мы уже вторую дорогу открываем, поэтому еще в проекте есть несколько дорог, которые уже скоро начнутся работы. Ранее, напомним, Евгения Гуцол заверила, что ее команда еженедельно будет запускать как минимум один инфраструктурный проект.